Добрый день! Мы продолжаем наш онлайн-проект, культурно-просветительский проект «Читать модно». Тема сегодня Аркадий Елфимов, Сибирский Леонард. Научная библиотека Тюменского государственного института культуры гордится подарком и набором книг, которые подарил Аркадий Елфимов. Надо сказать, что этот человек его по праву называют Леонардо Сибирский. Во-первых, инженер-строитель, 80-е годы мэр города Тобольска, известный коллекционер, выдающийся книгоиздатель современности, сибиряк по крови и человек огромной харизмы, огромного общественного служения. Он считает, что в 1994 году у него не просто зарождается идея, 90-е годы, годы разрухи. Он создает свою идею, а затем и благотворительный фонд, общественный благотворительный фонд возрождения Тобольска. И с тех пор вот эта вот идея обрастает все новыми и новыми людьми, исследованиями, книгами, проектами. Поэтому Аркадий Елфимов человек великальный. Он художник-фотограф, он коллекционер, он страстный любитель, страстный человек, который обожает историю. Он считает, что весь его проект и все книги, все издания – это историческая память, создание проекта, который восстановил бы историю Сибири, скульптуры и формировал современный взгляд на Сибири. Дело в том, что Сибирь всегда традиционно была, вот вы понимаете, туманное место каторги. А Елфимов показывает выдающийся край, край великих людей, просветителей, деятелей, край, который дал стране и России, и миру великих художников, суриков и перов. Петр Ершов, сказочник, удивительные исследователи, Семен Ульянович Ремезов, автор первой хореографической книги, первого географического атласа Сибири, казаки, ссыльные деятели культуры, писатели. То есть в проекте Елфимова это все предстает в виде книги. И так дальше. Самое, пожалуй, в 2011 году Елфимов издает уникальные даже для не только России, для всего мира издания. Это памятник карта, следующий слайд посмотрим. Памятник картографический, это служебная чертежная книга Ремезова. А главное, фоксимильный хореографический атлас. Атлас был в свое время вывезен и хранится сейчас в Гарвардской библиотеке, и они нам его никогда не вернут. Но полгода работы, полгода соответственной силы, энергии, средств дали возможность фоксимильный, вплоть до мельчайших поправочек, исправлений и так далее, показать, что такое хореография. Это значит не просто реки, не просто поднаселенные пункты, но одновременно и схемы карты восьми городов сибирских. То есть уникальнейший проект картографического искусства. Надо сказать, что Семен Ульянович Ремезов, это ведь не только великий исследователь катограф, он одновременно и строитель Тобольского кремля. Коль скоро вот у нас вот этот слайд показывает самый первый выпуск, посвященный Тобольску. Сейчас таких выпусков уже 29. И самое интересное, что это города, которые, понимаете, возникают из ничего, из ниоткуда. И показывается каждая книга не просто уникальна, издана на роскошной мелованной бумаге, за огромным количеством репродукций, иллюстраций, авторских экслибрисов, авторских исследований, воспоминаний и так далее. Каждая книга является своеобразным, энциклопедия своеобразная. Тобольск, Тюмень, Сургут, Томск, Лукоморье, река Обь. Вот это вот Обь, Камчатка. То есть вот это вот сибирские города, они вот этот проект объединяют действительно великую царство сибирское, каким оно существовало в течение двух столетий. И надо сказать, что столицей всегда был Тобольск. И естественно возникает вопрос, а кто же прошел эту Сибирь, а кто ее построил, кто ее защищал? Где те строители, открыватели, где-то харизма сибирского мужика, откуда это пошел? На тот национальный характер, который всегда планируется или как бы вот всегда понимается в истории и в обществе российском как удивительная стойкость, обстоятельность, очень конкретность. И оказывается впервые за все время советский период именно Елфимов издает двухтомную своеобразную энциклопедию «Сибирское казачье войско». Уникальнейший проект, потому что Сибирь, вот казачество после 1918 года, 1918, после варшевистской вот этой революции, оно было практически уничтожено, почти всю часть выехали. Вместе с генералами за границу и там закончили свои жизни. А часть прошли лагеря и были просто уничтожены. И сейчас стоит вопрос о том, а вклад, оказывается гигантский вклад, это не только сибирское ратное мужество и стойкость казаков. Там, где были казаки, они всегда начинали любую, вот любую атаку. И 1812 годы раньше. Ну, и сибиряки, вот казачество в двухтомнике, это не только ратные подвиги, одновременно фольклор, быт, рассказы, воспоминания, фотографии, записки и так далее, и так далее. То есть уникальнейшее издание. И, конечно, в преддверии 70-летия празднования Великой Победы в Великой Отечественной войне нашей страны, нашего советского народа, Россия Елфимов издает цикл замечательных книг «Сибиряки в битве за Москву», «Сибиряки в Сталинградской битве», «Двухтомник в битве за Москву», «Трехтомник в Сталинградской битве». Ведь не случайно говорят, что там были сибиряки, охотники, люди, которые привыкли к холоду, которые умеют ходить на лыжах, великолепные следопыты, мужественные, стойкие и не случайно сибиряки. И вот эти книги являются своеобразным полиграфическим памятником воина. Дальше посмотрим. Интересно, вот эта общественно-политическая линия книгоиздания благотворительного фонда «Возрождение Тобольска», она вдруг выросла еще целое направление, а именно литературный проект, литературная библиотека фонда. И опять издается Михаил Знаменский, тот самый мальчик, который был в свое время при Декабрестах, и знаменитый галикутарист, и воспоминания его. Издается «Двухтомное слово о матери», издается вот Мелькеевские издания и так далее. И уникальный двухтомник «Слово о матери» объединяет не только стихи поэтов XIX века, но и современные. Сюда вошли мать, это не просто родное для каждого слово и понятие. Одновременно и мать Сибирь, матушка, и мать Родина, и высшее вот это вот понятие. И поэтому великолепно иллюстрированные издания являются своеобразным литературным памятником всем сибирским материалам. Дальше посмотрим следующий слайд. Так, ну это вот знаменитый один из знаменитых наших сибиряков, знаменский Михаил, знаменский карикатуры, тексты, воспоминания. Следующее. И безусловно, одно из удивительнейших изданий Елфимова, это вот «Конек-гальбунок» и «Литобольский сказочник Петр Ершов». Вот что, казалось бы, можно, как можно интересно и по-своему издать эту сказку, которая издавалась десятки миллионов на разных языках, тиражами, оказывается, из истории иллюстрирования. Елфимов занимается историей иллюстрации. Он собирает, он коллекционирует иллюстрации. И вот в эту огромную, толстую книгу вошли иллюстрации, тексты сказки. Наши знаменитые иллюстраторы, начиная с начала 19-го, с конца 19-го века, начиная с Билипина. И здесь же рядышком с художниками, профессионалами иллюстрации детских рисунков. И вот это вот сочетание наивного детского рисунка и изощренного художества, и прекрасный текст, который мы знаем с детства, да и создает удивительный шедевр. Итак, Танюк-Горбунок в Елфимовской редакции. Следующая. И, безусловно, вырос еще очередной проект. Это так называемый художественный музей. Музей по гиграфическому изданию. То есть Елфимов начинает искать, где доставать, поднимать имена, которые живут. Живут выдающиеся художники рядом с нами, сибиряки. Есть удивительный скульптор Шарапов Елутровский. Есть чьи работы прекрасны, музыкальные и философичные. Его любимый материал – это дерево. Есть Федор Конюхов, знаменитый, который начал рисовать, путешественник, график. Безусловно, Бакулевский, выдающийся иллюстратор русской классики. Безусловно, и вот этот мир художественного музея, одновременно двухтомник. Это справочный библиографический, биографический справочник, исторический художник Сибири. Но мне хотелось бы обратить ваше внимание вот еще на что. И один из подвижников Елфимова, безусловно, не сбудет. И вот это его знаменитые каталоги изданий Елфимова, каталоги номинированной бумаги, великолепные. Это Тобольское серебро из коллекции. И там у нас стоит, это Солонки. То есть показано одновременно искусство традиционной, иконопись издания, иконопись, и Солонки, и какие-то скульптуры из серебра, и современный мир современного художника Тобольского. И самое интересное, может быть, среди последних подарков, которые Аркадий Григорьевич подарил в научной библиотеке, две новые книги «Экслибрисы». Экслибрисы Мезгурина, они полностью, как бы, вот говорят, экслибрисы – это коллекции тех миниатюр, книжных авторских миниатюр на тему, вот есть и автор, есть его библиотека. И у Мезгурина они все посвящены ему, его творчеству и его лирическому герою. А вот «Экслибрисы Елфимова» – это тоже, безусловно, это его библиотека, это его авторские, для него художники создают. Но у Елфимова здесь и Ершов, здесь вот, пожалуйста, чудо-юдо рыбаки, здесь и то, что называется, вот его вид Тобольска. То есть у Елфимова «Экслибрисы» немножко ушли от эго в историю опять Тобольского края Сибири. Следующие. Интересен, безусловно, интересен Елфимовский фото его альбома, фото работы этой «Мальты», и вот «Солнечный скворечник», и «Ангел Сибири». Причем «Ангел Сибири» так Ремезов назвал город Тобольск. Я всегда думала, ну откуда взялся этот образ? И поэтому «Ангел Сибири» сейчас как сквозной образ в альбомах, в изданиях, и постоянно звучит. Оказывается, это еще в XVII веке сам город Тобольск, столица царства Сибирского, был назван городом «Ангелом». Следующий мы посмотрим. И, конечно, вот эти вот фотоработы и альбомы Елфимовского научной библиотеки всегда используют для оформления своих замечательных выставок. Вот выставка, посвященная «Вечная Лада». «Вечная Лада» занимательной Греции, и вот страна героев и богов. Любительный, красивый, яркий, сочный, с уникальным видением Греции. Елфимовский фотоальбом. Следующий я. И, конечно, обратите внимание, что вот в рамках Елфимовского проекта каждый год он издает странные, необычные и очень своеобразные календари. Триста шестьдесят пять дней, высокосный год, две тысячи двадцатый. Они привязаны только к числу и к месяцу. И каждый раз фотографии, либо репродукции, либо выдающиеся деятели. То есть сама по себе календарь – это тоже памятник культуры, истории нашей Сибири. Следующий мы посмотрим. И, безусловно, хочется сказать еще один момент. Если вы позволите, в новом поступлении подарки в научную библиотеку существуют необычные, совершенно необычные издания. Это называется, если вы разрешите, я возьму эту книгу. Это называется «Цельница. Усадебная лира. 1790-1820 год». Это было время, когда в России стало модно вдруг делать ландшафтные партии, сады в усадебах, украшать их беседками. Но самое интересное, что это было время, когда человек, отдыхая в этих беседках, начинал писать стихи, какие-то размышления. И вот этот сборник «Цельница» в рамках библиотеки Альманафа Тобольской в Сибири, он как раз содержит и фотографии, и репродукции, и стихи, и размышления. Параллельно с этим сполиграфическим памятником определенной эпохи российской культуры оказывается уже 20 лет. Наш сибирский Леонардо, Алькадий Григорьевич Елухимов, не просто он сам делает свой удивительный парковый проект, который называется «Ермаково поле». 27 гектаров бывшего пожарища, бывшего мусорной какой-то вот этой вот захламленности, вычищалась, завозилась земля, и 200 уникальных деревьев, интереснейшие дорожки, заранее продуманный план вот этого вот ландшафтного парка Ермакова поля, который показывает историю. Одновременно авторские художники планировали беседки, которые позволяют видеть вот она даль, вот эта высота, гора, на котором строился тобой, вот эти просторы сибирские, которые взглядом не окинешь, и одновременно скульптуры Шарапова, одновременно какие-то вот проекты, то есть экскурсия будет по истории Сибири, по ее культуре. Человек попадает в вертоград, то есть мы же знаем, что каждый сад, каждый вот это садовое, ландшафтное строение, это всегда как бы вот земное, земное воплощение райского сада. И поэтому, не случайно говорят, Елфимов, это не просто человек-деятель, удивительный человек-возрождение. Его идеи объединяют ученых, художников, общественных деятелей, журналистов, и сам он является памятником культуры. Если так можно сказать, что уникальным явлением сибирской культуры. Поэтому мы благодарим за интереснейшее издание, каждый из книг этой энциклопедии. Мы благодарим Аркадия Григорьевича Елфимова за дружбу, которую он испытывает к нашей библиотеке. И желаем благотворительному фонду Возрождения Тобольска дальнейших открытий, дальнейших изданий, проектов и процветаний. Продолжение следует...